У нас как в театре объявляют, не забудьте выключить твой мобильный телефон. Так, ну ура, 16.05, все, начинаем, а кто опоздает, его Павел впустит. Значит, Михаил Бориславович, конечно, представлять нет нужды, но я подчеркиваю, что он многогранен. Нам сегодня будет рассказывать отнюдь не про славянофилов XIX века, а век другой, и в респоведании другое. А интересно все равно, я уверен, будет так же, поэтому я включаю микрофон и Михаил Бориславовичу предоставляю. Спасибо огромное, дорогие коллеги. Это первый мой доклад на тему, связанную с Густавом Андреасом Веттером. И надо сказать, что я довольно сильно волнуюсь, и благодарю вас за эту возможность обсудить то, чем я сейчас, в частности, занимаюсь, и архивные по большей части исследования мои. Значит, я позволю себе все-таки вначале объяснить, почему я начал заниматься этой темой, и совершенно неочевидно, и, в общем, по довольно случайным причинам, честно говоря. Единственное, что меня оправдывает, сейчас я такую короткую вводную историю хотел бы вам рассказать по поводу случайных причин выбора научной темы. В Гренобль к нам приезжал Карл Гейнсбург 10 дней назад и проводил семинар со студентами. В частности, студенты спрашивали его о том, как начиналась его научная карьера, и, в частности, как он наткнулся на вот эти замечательные источники, из которых потом выросли три книги. И, с одной стороны, «Пенанданти», связанные с инквизиционными процессами, «Досырой черви» и «Ночная история» 1989 года. И Гейнсбург рассказал историю, которую я не знал. Она, вероятно, где-то описана, но я ее слышал впервые. О том, как он пришел в Венецианский архив аспирантом и увидел более полуторы тысячи, по-моему, дел, связанных с инквизиционными процессами в ту эпоху, которой он занимался, и он не знал, как смотреть. Было понятно, что невозможно смотреть. И он натурально решил просто случайным образом какие-то числа, которые казались ему более интересными. По какой-то совершенно иррациональной причине он стал заказывать соответствующие дела. И так наткнулся на материал, связанный с «Бенандатти», из которых потом выросло, опять-таки, несколько книг, огромное количество исследований и так далее. И вот этот, так сказать, случайный характер штудий, он, когда Гейнсбург это рассказывал, тоже меня, если угодно, поразил, потому что мой опыт совершенно идентичный. Еще одну короткую историю, все-таки позволю себе рассказать, связанную с тем же Гейнсбургом, который, собственно, проливает свет на вопрос о том, почему я и, собственно, в чем моя роль в этом проекте, связанном с Веттером. А дело все в том, что Гейнсбург приехал в Рим, когда я еще жил в Риме, до того, как оказаться в Гренобле, и натурально он выступал в Григорианском университете, в Папском, в Риме с лекцией. И я туда пришел просто из любопытства его послушать, и у входа стоял такой очень элегантный пожилой человек, который всем предлагал пожать руку, да, и пожимал всем входящим. И я не знал, кто это. И натурально я, значит, тоже пожал ему руку, но ситуация была несколько неловкая, как бы мы не знали, я не знал, кто он, он не знал, кто я, и я решил представиться. И сказал, что я русский переводчик на русский язык Карл Гизбук. И он вдруг сказал мне, значит, вы по-русски можете читать. И он сказал в известной степени, да, могу читать по-русски. И он сказал, останьтесь после семинара, пожалуйста. Я остался. И выяснилось, что этот человек – это директор исторического архива Григорианской библиотеки. Профессор, он священник, отец профессор Мартин Моралес, который, собственно, искал человека, который мог бы прочитать рукописи на русском языке в архиве Веттера. Я сейчас расскажу подробно, что это за архив, кто такой Веттер. И так абсолютно тоже, в общем-то, случайным образом я оказался приглашен в архив. И я туда, значит, стал ходить где-то раз или два в неделю читать рукописи. И таким образом стал частью проекта, посвященного архиву Веттера, который, кроме меня, входят еще два исследователя. С одной стороны, это француженка Мари Люка и Манфред Пазани Левенштайн, сотрудник архива, который, собственно, половину немец и наполовину итальянец. У нас, в общем-то, более или менее в соответствии с нашими языковыми компетенциями распределяется работа. Каждый читает часть рукописи. Мари читает французский, я читаю русский, а Манфред читает немецкий. И, собственно, вот сегодня во время доклада я буду употреблять местоимение «мы», и это не только дань академическому этикету, но буквально, так сказать, я буду говорить даже не столько от своего лица, вернее, не только от своего лица, но и от лица Мари Люка и Манфреда Пазани Левенштайна, потому что тот доклад, который я вам представлю, есть, в общем, продукт коллективного творчества, когда мы все вместе читали эти материалы и, так сказать, пытались их анализировать. И речь идет о том, что называется work in progress. Относительно недавно мы начали заниматься этими сюжетами, и в работе над архивом Веттера, в общем, честно говоря, вопросов гораздо больше, чем ответов на данный момент, но, тем не менее, я постараюсь, с одной стороны, рассказать об архиве, что это за архив, почему он интересен мне в частности, а, с другой стороны, представлю один конкретный эпизод, который, благодаря бумагам архива, нам удалось реконструировать в той или иной степени и проанализировать. Итак, главный герой моего рассказа, я представлю короткую биографическую справку о нем, это Густав Андреас Веттер, который родился в 1911 году, умер в 1991, австрийский священник, иезуит, богослов и, собственно, крупнейший европейский специалист по русской и марксистской философии. В России, прежде всего, он известен благодаря своей переписке с Львом Корсавином, опубликованной в «Символе» в 1994 году, но, тем не менее, вот этими валентностями его личность, конечно, не ограничивается. Он приехал в Рим в качестве семинариста в 1930 году, в 1934 году стал иезуитом, довольно рано стал изучать русский язык, и первоначально специализировался по истории русской философии. Вот Андрей Борисович Шишкин, который с нами здесь, вот, который знал, то есть знает, знал Веттера, может сказать, в какой мере Веттер говорил по-русски. Я вот никогда с Веттером не общался, но я читал в большом количестве его русские письма, и русский у него был очень хороший. То есть, безусловно, выученный язык, но он практически ошибок в письменной речи не совершал. То есть, если бы я не знал, что это Веттер, мне было бы очень трудно, очень бы трудно понять, что пишет иностранец. Он подготовил докторскую диссертацию о Корсавине, собственно, защитил ее, опять-таки, с которым вел переписку, впоследствии опубликованную уже после его смерти, хотя и им подготовленную. Сначала Веттер стал профессором русской философии в Папском восточном колледже в Риме, а затем был назначен ректором Русикума. В 1950 году Русикум – это семинария, основанная в 1929 году Папой Пием XI для подготовки молодых священников для апостольства в России. Это довольно важный в контексте моего доклада важное учебное заведение. Это прозелитийский проект, который был стимулирован и возник, собственно, под влиянием событий рубежа 10-х, 20-х годов 20-го века, то есть падением Романовых, Романовых, Октябрьской революции и событиями последующими, которые были восприняты папством и, в частности, иезуитами, как возможность утвердить свои позиции в России. И вот об этом я подробно скажу. Мне, в этот случай, этим Веттер интересен, вот этой утопической, абсолютно собственной идеей и представлением о собственной миссии, как, так сказать, миссии экуменической, о распространении католицизма на территории Советского Союза, Советского Союза, да, потому что, собственно, он умер в 1901 году. Однако уже на раннем этапе существования Русикума в его учебную программу было включено преподавание основ марксизма-ленинизма. И здесь интересно, что соперничество между православием и католицизмом уступило место соперничеству между советским коммунизмом и католицизмом. Веттер получил указание от своего начальства постепенно отказываться от русской философии в пользу изучения советского марксизма и стал ключевой фигурой в этом переходе. Ставь ректором Веттер укрепил грустиками изучение коммунизма как неотъемлемую часть подготовки будущих миссионеров в Советской России. Да, вот здесь я два слова скажу об этой миссии. Дело все в том, что я читал письма 50-х годов, 60-х годов, 80-х годов. И надо сказать, что во все эти десятилетия Веттер лелея мысль о том, что коммунизм вот-вот падет. Он был убежден, что вот еще на его веку это произойдет. И в этот момент католическая церковь должна быть готова для того, чтобы осуществлять в территории Советского Союза свою апостольскую миссию. И он был абсолютно убежден в возможности, в реалистичности этого плана. Да, в частности, он полагал, что авторитет православия разрушен советской властью. И он не считал, как станет понятно из моего рассказа, что коммунизм и религия полностью несовместимы. И считал, что необходимо готовить кадры в учебных заведениях специальных, иезуитских по большей части, для того, чтобы, когда союз падет, католическая церковь могла бы утвердиться на его территории. А там интересно, что он иногда в ряде писем, очевидно, что в, скажем, начале 60-х годов он отчаивается, он вдруг понимает, что это быстро не произойдет. А потом опять возвращается к прежнему энтузиазму. И его огромная переписка на русском языке, которую я читал, ну, то есть я не полностью, а гораздо много всего то, что мне еще предстоит прочесть, я надеюсь, она как раз связана с бесконечными переговорами о том, как нужно устроить образование, чему нужно учить, кроме русского языка, потому что русский язык важный, значит, вот этих будущих миссионеров. И, собственно, марксизм, ленинизм, теория занимали очень важное место в процессе этого учения. То есть Ветер считал, и как ректор Русикова в частности, что будущее вот этой миссии в Советском Союзе зависит от того, в какой мере миссионеры будут хорошо разбираться в марксизме. Собственно, Ветер в 1948 году опубликовал монографию о советском диалектическом материализме издательстве Науди и одну из ключевых книг, собственно, в Италии, как минимум, по марксистской теории. Быстр стал известным специалистом и экспертом по марксизму востребованным папской администрацией. Как позволяет понять его документы, к нему регулярно обращались за экспертными оценками. Его книга была переведена на несколько языков, включая китайский. В частности, вот я читал его переписку с китайскими философами в 80-е годы, потому что они по-русски переписывались, он был единственный общий язык. И надо сказать, что действительно связи его с Китаем очень были прочные. И тоже они как бы стратегически вот им задумывались в перспективе дальнейшей миссионерской деятельности. В 70-м году Ветер основал Центр марксистских исследований в Риме при Григорианском университете, Иезуитском университете, Университете Общества Иисуса, где, в частности, до сих пор хранится создана Ветером огромная библиотека, которая была известна его современникам как одна из крупнейших марксистских библиотек в мире. И надо сказать, что история этой библиотеки, которую я не очень хорошо знаю пока во всяком случае, но тоже не менее важна, чем история архива. На протяжении Холодной войны Ветер поддерживал контакты с учреждениями, исследователями и политиками со всего мира. Писал он на трех языках постоянно. Это итальянский язык, немецкий язык и русский язык. В зависимости от ситуации и от языковой компетенции адресата. В частности, он поддерживал связи в Западной Германии активно и работал в Федеральном институте исследований марктизма и ленинизма, вел обширную переписку с политическими лидерами, философами, учеными. Ну, вот лишь некоторые из них. Это Лео Бауэр, секретарь Вилли Бранта, это Гельмут Коль, это Адорна, Хоркхаймер, Лукач, Делио Кантимори, русские иммигранты. Вообще с русскими иммигрантами тоже очень интересный сюжет 70-80-е годы, значит, когда он довольно щедро снабжал русских иммигрантов рекомендательными письмами. И здесь довольно вообще любопытно, я коротко скажу, о характере писем Веттера, его письма очень сдержаны. Ну, там в зависимости от адресата, но, как правило, и они в этом смысле иногда обманывали мое ожидание, потому что я же, я надеялся найти какие-либо откровения, значит, о том, о политике, о богословии и так далее, но не находил этого. И однажды я, собственно, спросил об этом Падре Моралеса и как бы к чему он, как может он это объяснить, что в ситуации, когда вроде бы, так сказать, Веттер мог писать довольно откровенно, он этого не делал. И Моралес рассказал, что согласно его гипотезе, собственно, это связано с воспитанием и образованием иезуитов, потому что в, так сказать, когда уже стал священником, Веттер, то, по мнению Моралеса, значительная часть, если не все его письма, собственно, перед отправкой просматривались священниками, которые стояли выше него в иерархии. и вот эта некоторая иезуитская дисциплина письма привела его к тому, что он уже даже когда, так сказать, никто никаких письмов не читал, он продолжал очень сдержанно писать. И, да, и в этом смысле как раз его письма, они с одной стороны, так сказать, многообещающие всегда и по набору адресатов в частности, а с другой стороны, есть всегда по опыту нашему с коллегами опасения, что он не до конца в них откровенен. Да, и это связано с гамитусом, грубо говоря. Ветер умер в год распада СССР, вскоре после падения Берлинской стены, и в Риме, начиная с понтификата Пи-11 до понтификата Иоанна Павла II, он был свидетелем богатой историей взаимоотношений между католической церковью и коммунизмом, будучи экспертом, будучи, как еще раз я хотел это говорить, востребованным папской администрацией. В Григориане, в Григорианском университете сохранился огромный его архив, там порядка 50 описей, не считая материалов библиотеки, которые представляют собой исключительно интересное собрание документов, собственно, они до сих пор не описаны. Вот моя роль в этом проекте в частности состояла в том, что я должен был переводить с русского языка содержание писем, которые затем Манфред Позани аннотировал, который составляет описание архива, он аннотировал и вносил их в специальный файл, который, я надеюсь, рано или поздно будет доступен исследователям. Как я понимаю, сейчас уже можно прийти в архив, другое дело, что в этом этапе можно поговорить с научными сотрудниками, но поскольку все не описано, то всего и выдать не могут. Между тем, здесь еще есть один нюанс, который тоже я хотел бы любопытный, я с ним впервые сталкиваюсь. Дело все в том, что ватиканские архивы, которые связаны с историческим периодом, о котором я буду говорить, это конец 70-х годов, они до сих пор засекречены. И в частности, для того, чтобы сделать этот доклад сегодня, я вынужден был спрашивать разрешение Падера Моралеса. То есть разрешения даются, это не проблема, но сам факт разрешения абсолютно необходим. Абсолютно необходим. Потому что администрация архива довольно строго следит за тем, чтобы сведения, которые теоретически могут повредить репутации католической церкви, не просочились в печать. Скажем, на доклады разрешения даются довольно щедро. На публикации менее щедро. Вот нам предстоит с коллегами, с Манфредом и с Марией сейчас как раз эту щедрость испытать на прочность, в какой мере она распространяется на письмо. Но во всяком случае существенно, что этот архив, конечно, позволит однажды, наверное, написать интеллектуальную биографию Веттера, потому что по большому счету о его биографии мы знаем довольно мало, особенно в сравнении с тем, что есть в архиве. Хотя это было очень важным, как я постараюсь сегодня показать, богослов. Сегодня я буду говорить об одном из сюжетов, основанном как раз на материалах архива. Этот сюжет сегодняшний, не связан напрямую с Россией, но в дальнейшем я надеюсь, что и его взаимоотношения с русскоязычными, русскоговорящими коллегами станут предметом моего рассмотрения. Это не всегда люди, собственно, это не всегда люди, которые жили в Советском Союзе. Например, есть обширнейшая переписка с аргентинскими священниками, которые он вел исключительно на русском языке, потому что, собственно, об образовании иезуитов в рамках вот этой программы будущей католикизации Советского Союза. Значит, и вот теперь, да, я еще раз подчеркну, что это продукт коллективного творчества с Марией Манфредом, как бы единственные языковые соображения препятствовали мне пригласить их сегодня сюда, потому что ни один из них по-русски не говорит, и это бессмысленно, в известном смысле, в известной мере. Но очевидно совершенно, что вот на какие-то вопросы, которые могут у вас возникнуть, может быть, мои коллеги ответили бы лучше меня. Но я постараюсь сделать все, что от меня зависит. Итак, сюжет, который я хочу сегодня представить. Атеистичен ли марксизм по своей природе? Этот вопрос, на первый взгляд, кажется чисто теоретическим, философским. Между тем, его можно рассматривать в институциональном и политическом контексте. Собственно, именно этим вопросом 21 мая 1978 года задался Густав Веттер, признанный эксперт по советскому марксизму и директор Центра марксистских исследований при Папском Григорианском университете в Риме. В ответ на специальный запрос святого престола. Весной 1978 года к Веттеру обратились представители священной конгрегации вероучения или священной конгрегации доктрины веры, как иногда переводят на русский язык, старейшие из девяти конгрегаций римской курии, пришедшие на смену священной канцелярии, то есть бывшей инквизиции, созданной в 16 веке для борьбы с ереси. Конгрегация вероучения выступала гарантом католической ортодоксии, однако ее вмешательство в политико-религиозные дела Италии всегда определяло специфическим социально-политическим контекстом. Документы из фонда Веттера свидетельствуют, что в период с начала 1977 по июнь 1978 года конгрегация готовила проект записки, позже названной также декларацией, призывавшей к порядку католиков, подверженных марксистскому соблазну, вплоть до угрозы отлучения их от церкви как отступников. Политический проект конгрегации не был доведен до конца. Отчасти поэтому о дискуссиях вокруг его установочного текста почти ничего неизвестно. То есть вот тут сюжет, о котором я говорю, в научной литературе нам с Марией и с Мантрадом не попадался. Материалы, о которых пойдет речь, являются плодом незавершенных коллегиальных усилий. В архиве отложились редакции главного документа и мнения о нем различных экспертов, которые были приглашены к конгрегации. Собственно, Веттер и был одним из этих экспертов, в распоряжении которого к тому же оказались отзывы других специалистов, благодаря чему мы можем реконструировать историю этого любопытного эпизода. Проект конгрегации вписывался во внутрецерковные итальянские и международные контексты, контуры которого мы намерены очертить. Прежде всего предположим, что инициатива, стоявшая за осуждением католиков, подпавших под влияние коммунистов, исходила от самого папы Павла VI в последние месяцы его понтификата. Он умер 6 августа 1978 года. Решение, несомненно, было обусловлено итальянским политическим контекстом. С 1973 года лидер Коммунистической партии Италии Энрико Берлингуэр был привержен стратегии исторического компромисса между коммунистами и христианскими демократами, на которую в Ватикане смотрели с большими подозрениями и опасениями. Кроме того, в 70-е годы в Европе распространились политические организации левых католиков. В частности, в Италии относительную популярность приобрело движение христиане по социализму, христиане за социализм, которое зародилось в Чили и в 1973-1977 годах распространилось в Италии и Испании. Движение христиане за социализм выступало в качестве международной площадки для христиан левых убеждений, что предполагало серьезные уступки марксизму со стороны католиков, что, в свою очередь, беспокоило римские религиозные власти. Следует также напомнить, что Альдо Моро, глава христианских демократов, был похищен боевиками красных бригад в марте 1978-го года и найден мертвым 9 мая 1978-го года, ровно в тот момент, когда новое правительство Джулио Андреотти, заручившись поддержкой Коммунистической партии Италии, собиралось получить воту доверия от парламента. То есть, это тот самый период, когда и происходит обсуждение той меры, той инициативы Святого Престола, о которой я говорю. Многие вопросы итальянской политической истории, касающиеся этого периода, остаются открытыми. Мы сосредоточимся на анализе историко-политических оценок и стратегий, описание которых содержится в документах фонда Ветта. В частности, как на отношения между коммунизмом, атеизмом и католицизмом смотрела конгрегация с одной стороны и Ветта с другой. Они сходились в том, что коммунизм представлял угрозу христианству, но при этом не совпадали во мнениях о месте атеизма в коммунистическом обществе и о том, как церковь должна реагировать на мнимые или подлинные угрозы. Сначала мы поговорим о различных редакциях записки, представленных на экспертизу, затем выдвинем гипотезу о мотивах представителей Святого Престола, планировавших осудить марксизм в 1978 году, потом изложим критику Веттером программного документа конгрегации и, наконец, интерпретируем его взгляды на отношения между коммунизмом и атеизмом. Первый пункт – это представление самих источников. Документы, находящиеся в нашем распоряжении, являются частью архива Веттера и содержат информацию о дискуссии в Священной Конгрегации вероучения проекта нового официального осуждения коммунизма до 1977-1978 год. Эти материалы дают нам следующую информацию. По инициативе Павла VI не позднее 23 февраля 1977 года конгрегация собралась, чтобы разработать критерии, которыми следовало руководствоваться при составлении текста, осуждавшего марксизм и предназначенного для католических епископов. Это очень важно подчеркнуть, что это не публичный текст, о котором я сейчас говорю, в том смысле, что он не был предназначен, скажем, для католической печати. Он был предназначен для епископов, которые должны были говорить с паствой, вести бесконечный диалог, и которым требовались аргументы, очень важные, очень весомые, которые имеют институциональную основу, которые, так сказать, связаны с политикой католической церкви как таковой, для того, чтобы отводить то, как они называли составители документа, соблазн, марксистский соблазн от католиков. По-видимому, в итоге было подготовлено три варианта этого документа, прежде чем процесс по реализации инициативы был прекращен. Отдельного комментария заслуживает в данном случае категория автора. Дело все в том, что, строго говоря, автора у этих текстов, у этих редакций не было. Или, вернее, мы ничего об этом не знаем, правильнее буду сказать. А три редакции имели составителей богословов, хорошо осведомленных о теории марксизма, которым было поручено суммировать результаты обсуждения в конгрегации. Собственно, кем были авторы, как было устроено внутреннее обсуждение, до сих пор не ясно. Вот, возможно, ватиканские архивы ныне закрыты, дадут ответ на этот вопрос, но из материала фонда Ветера это никак не следует. Мы, то есть, можно говорить только о составителях текста, да, о редакторах. Итак, три редакции. Первая редакция в архиве Ветера как раз отсутствует, но на нее указывают косвенные упоминания в переписке Ветера. Она была написана, как следует из данных переписки, известна доминиканским теологам, французам Полем Домиником Донином, который в 79-м году выпустил французский перевод и подробный комментарий первой главы капитала Маркса. Вторая версия текста озаглавлена «Записка священной конгрегации о христианах, подверженных марксистскому соблазну». Она была составлена отцом Винченцо Миано, итальянцем, секретарем Папского совета по диалогу с неверующими, созданного в 65-м году после Второго Ватиканского собора. Вторая редакция была создана вперед между концом 77-го и серединой февраля 78-го года. Об этой версии текста мы расскажем подробнее, поскольку дискуссия вокруг нее особенно интересна. Наконец, следует сказать о третьей версии документа, о заглавленной «Католики и марксистские движения». Она была закончена 10-го мая 78-го года и написана французским иезуитом отцом Роджером Хеккелем или Роже Экель его звали, секретарь Папского совета за справедливость и мир. В ходе обсуждения выяснилось, что вот эта последняя версия была составлена в спешке по рекомендации мансиньора Агустино Казароли. А Казароли довольно важная вообще в истории папской дипломатии фигура, это высокопоставленный дипломат, ответственный за ватиканскую остполитику, который с середины 60-х годов, с начала 60-х годов участвовал практически во всех инициативах, связанных с отношениями Святого Престола и Восточной Европы. Он бывал в начале 70-х годов, бывал в СССР в частности, был очень хорошо осведомленный человек, который через несколько месяцев после описываемых мной событий станет секретарем, государственным секретарем папы Иоанна Павла II. До этого он курировал дела папской дипломатии, но при этом, что очень важно, как следует из его мемуаров, от которых у меня была возможность заглянуть, ведя переговоры и, в общем-то, способствуя диалогу между Святым Престолом и коммунистическими режимами к марксизму и коммунистической идеологии, он продолжал относиться крайне враждебно. И, наконец, четвертый текст, который я хотел бы упомянуть в этом контексте, это франкоязычная версия документа. Она, несомненно, была связана с третьей редакцией. Она была закончена в середине мая 1978 года. В ряде пунктов она отличалась от итальянского текста, составленного Эккелем. В частности, она синтезировала идеи второй и третьей редакции. Вот прагматика французского текста нам пока не до конца ясна. Это вообще отдельный сюжет, почему именно французский текст. Ну, кроме того, что большое количество французских прилатов было включено в обсуждение, но, так сказать, этот документ существовал на французском и на итальянском языках. Цель инициативы последовательно прояснялась в каждой следующей редакции. В первой версии, по-видимому, было сформулировано достаточно общее осуждение марксизма, по крайней мере, так сюжет документа косвенно описывается в источниках. А во второй, третьей версиях речь шла уже предметно о христианах, которые увлечены в сети марксизма. По сути, все три текста стремятся обосновать внутренний атеистический характер марксизма и, следовательно, невозможность для христианина хотя бы в минимальной степени придерживаться его учения. Приведем характерный фрагмент третьей редакции. В основе всех марксистских движений лежит, прежде всего, радикальный систематический атеизм коммунистической идеологии, материалистическая концепция мира, человека, истории, не восприимчивая какой бы то ни было трансцендентности, практический материализм, история и практика классовой борьбы несовместимы с евангельской любовью. Помимо различных версий ключевого документа, мы также располагаем мнениями внутренних и внешних экспертов, к которым обращались представители конгрегации с просьбой высказать свое мнение о тексте. Отзыв отца Эккеля, который напишет третью, то есть, о чем идет речь? Об отзыве отца Эккеля, который потом напишет третью версию текста, но он отзывался на вторую редакцию. Отзыв Беттера о второй и третьей редакции. Отзывы других крупных богословов Умберто Бетти, отца Данино, который первую версию составил, отца Бартоломео Сорджи, отца Винченцо Мяно о третьей редакции. То есть, речь идет о своеобразном совместном творчестве, когда составители ранних редакций отзывались о других версиях текста, но поскольку мы как бы итогового документа не имеем, очень трудно сказать, в какой степени все это было учтено, но очевидно совершенно, что третья редакция учла критику второй редакции. Вот это точно можно утверждать. Составители отзывов не проявляли единодушия. Помимо общих соображений о связи марксизма и атеизма, они предлагали различные варианты политической контекстуализации антикоммунистической программы конгрегации. Отзывы варьируются от самых восторженных до весьма критических. Отец Данин, горячий сторонник идеи нового осуждения, считал, цитата, что было бы откровенно неприлично со спокойствием обсуждать марксистский атеизм перед лицом религиозных преследований, за которые атеизм пока еще не несет ответственность, и следовательно необходимо было принять этот документ как можно более в радикальной жесткой редакции. Изуит, отец Сорджа, редактор журнала Чирельта Католика, также одобрил текст и предложил добавить пункт, осуждающий как ошибочное утверждение о том, что марксизм способен отказаться от теоретического и практического атеизма. Наконец, следует упомянуть мнение отца Мяно, составителя второй редакции, который абсолютно без всякого энтузиазма смотрел на саму инициативу и считал, что она не вносит никакой ясности в положении христиан, искушаемых марксизмом. Да, это очень тоже характерная вещь, что как раз к вопросу о различиях между составителями и авторами. Вот, Мяно совершенно не считал, что этот документ нужен. Между тем, он его составлял. И позиция Веттера стояла особняком. О ней я расскажу подробно, но прежде хотел бы коротко прояснить намерение авторов записки. Собственно, полностью прояснить эти причины, побудившие конгрегацию начать новую дискуссию о несовместимости марксизма и католической веры спустя 30 лет после аналогичного отлучения 49-го года, пока возможного не представляется. Правило составления ключевого документа в подобного рода инициативах предполагает его весьма общий абстрактный характер. У таких текстов есть свои непременные атрибуты. Скажем, ссылки на религиозные преследования в Советском Союзе повторяются неоднократно регулярно и носят в общем отчасти ритуальный характер. Комментарии экспертов и исторический контекст подготовки проекта ясно показывают, что мишенью конгрегации служили явления, о которых в редакциях напрямую ничего не говорилось. С одной стороны транснациональное движение левых христиан, а с другой исторический компромисс Берлингуэра и тактическое сближение коммунистов с христианскими демократами, сторонником которого в частности выступал Альдоморо, который допускал мысль о вхождении коммунистов в правительство. Не в это правительство Андреотти 78-го года, но в некое будущее правительства он не исключал такой возможности. Итак, первый сюжет это христиане перлисовчаризмо, христиане за социализм и влияние теологии освобождения. Роже и Кель, который станет затем составителем третьей версии установочного документа, в своем заключении по поводу второй редакции текста в феврале 78-го года как раз привел несколько примеров политических движений, против которых по его мнению была направлена инициатива. В частности, он упомянул движение христианскими за социализм. Он уточнял, что имел в виду усилия христианскими социализм по созданию политических организаций в Италии и Франции в 75-76-м годах и публикацию книги отца Джерарди. Джулио Джерарди, один из главных теоретиков движения христианскими социализмом в Италии, вдохновлявшейся теологией освобождения. Сторонники теологии освобождения интерпретировали христианство как религию, прежде всего связанную с идеей эмансипации бедных и угнетенных и в этой части своей идеологии смыкавшуюся с марктизмом. Вообще, про этот сюжет можно говорить довольно долго, страшно любопытный, но я сейчас вынужден кратко, но готов пояснить движение, которое зародилось в Чили в начале 70-х годов, стало платформой для объединения христианских левых в Южной Америке, затем в Южной Европе, а книга Джерарди, это книга 1975 года под названием «Христиане за социализм. Почему? Христиане прогрессивны социализмом. Перке?», где Джерарди предложил завязать более интенсивный диалог с марксизмом и довольно жестко критиковал христианских демократов за поддержку репрессивной капиталистической системы и общий архаизм политического мышления. В мае 78-го года в одном из своих отзывов Поль Доминик Донен, составитель первой редакции текста, привел еще один пример гетеродоксального автора, влиятельного католического миссионера Артура Паули, который отстаивал тезис о выдающейся ценности марксизма и значимости марксизма для католиков. В этом случае также речь идет о священнике, который во время длительного пребывания в Аргентине стал приверженцем теологии освобождения. Я очень кратко скажу, что собственно сама идея теологии освобождения возникла под влиянием Второго Ватиканского собора 65-го года, который собственно провозгласил изменение доктрины католической церкви в пользу в сторону большего внимания к социальным проблемам. И это касалось в общем-то католиков всего мира. В 68-м году в Южной Америке во время Медельинской конференции католические священники довольно высокого ранга как раз и сформулировали новую программу, но они подчеркивали, что эта программа релевантна только для Южной Америки с ее спецификой, с ужасающей бедностью и, конечно, со спецификой колониальной. И, собственно, идея Гутерреса, перманского теолога, который, собственно, является главным теоретиком теологии освобождения, что речь идет о том, что акцент должен ставиться в работе с паствой, перенестись с индивидуальной работой по спасению души на изменение социальных условий верующих, которым придавалась теология освобождения чрезвычайно важное значение. И, соответственно, идея Гутерреса состояла в том, что простыми реформами дело не решить, а нужна революция, нужны радикальные перемены. И марксизм стал естественным союзником и желанным союзником в Южной Америке для подобного католических инициатив. Здесь любопытно другое, что католическая церковь, в частности папы Павла VI, в целом поддерживала это движение, но до тех пор, исключительно до тех пор, пока оно оставалось в рамках Южной Америки. Как только соответствующие тенденции стали видны, заметны в собой Италии, католическая церковь довольно нервно на них отреагировала. Собственно, та история, о которой я рассказываю, как раз является свидетельством этого процесса. Значит, вот эти два указания на Артура Паули и на движение христианин за социализм позволяют предположить, что конгрегация стремилась урезонить прежде всего тех католиков, которые находились под влиянием теологии освобождения. И в этом смысле не случайно именно Роже Экель стал автором третьей редакции, который, так сказать, как раз эксплицитно в своем отзыве написал, что я понимаю, кто является адресатом, главным, мишенью новой инициативы. Ссылки на преследования в Советском Союзе, которые в тексте фигурировали, имели в этом случае стратегическое значение и были призваны представить марксизм как универсальную угрозу религиозной свободе и вере. Второй контекст это, собственно, исторический компромисс и сотрудничество с коммунистами в Италии. Другие комментаторы документа упоминали иную его цель. Необходимо было определить совместимы ли с верой в Бога политическое сотрудничество с Коммунистической партией Италии. Некоторые эксперты считали, что текст в надлежащей степени не прояснял этого вопроса. Винченцо Миано писал о третьей редакции, что в ней недостаточно ясно сказано, может ли христианин поддерживать еврокоммунизм Берлигуэра, между тем, как именно здесь христиане входят наибольшее затруднение. Бартоломео Сорджи также прямо говорил, что составители документа слишком много внимания уделили классическому марксизму-ленинизму и не учли проблемы западноевропейских христиан, столкнувшихся с новым, более современным изводом марксистской идеологии. Он писал, сегодня христиане должны понять, почему строгие правила веры исключают компромисс между просвещенной совестью и неомарксистским политическим активизмом. Если нам не удастся прояснить этот момент, то лучше вообще ничего не публиковать по этой теме. Слово компромиссо, вот компромисс в этой цитате, безусловно, завалированная отсылка к компромиссу, предложенному Берлингуэр. Ниже в своем отзыве Сорджи отмечал, что необходимо полемически процитировать Берлингуэра в итоговом официальном тексте и снять двусмысленность. Напомним, что речь шла о секретаре Коммунистической партии Италии, который с 1973 года призывал к союзу между двумя основными массовыми политическими движениями коммунистами и демохристианами в Италии, дабы сообща преодолеть экономический и политический кризис. В 1970-е годы многие католики соблазнились идеей подобного сотрудничества и даже сам секретарь христианских демократов Альдо Моро, как уже было сказано, выступал за союз с партией Берлингуэра. Впрочем, тексты, о которых мы говорим, установка документа началась еще до похищения Моро в марте 1978 года. Вскоре после этого эпизода по указанию Агустину Казароли был подготовлен третий по счету проект, который был завершен 10 мая, в то время как за день до этого, 9 мая, Моро был найден мертвым в Риме, убитым. В документах нет ничего, что позволило бы сделать сколько-нибудь определенные выводы из синхронности этих событий. Однако нельзя не заметить, что план осуждения исторического капромисса после смерти одного из ключевых его сочувственников стремительно утратил свою актуальность. Две полемические цели, четко обозначенные в обсуждении инициативы конгрегации, раскрывают сугубо политический характер осуждения марксистского атеизма. Ветер, к которому я сейчас перехожу, рассматривает марксистский атеизм с совершенно иной точки зрения, о которой мы сейчас расскажем. В апреле 1978 года Ветер получил письмо от бельгийского доминиканца отца Жана Жерома Амера, секретаря конгрегации вероучения. Амер обращался к нему как, возможно, самому главному специалисту в области диалектического материализма и просил дать техническое заключение о второй редакции записки. Ветер отправил свой отзыв 21 мая, еще не зная, что за 10 дней до этого была завершена работа на третьей редакции документа. Таким образом, его мнение касалось уже устаревшей версии, но от этого оно, как нам кажется, не становится менее значимым. Анализ Ветера занимает 20 вышенописных листов и состоит общего характера и замечаний конкретным фрагментам. Предисловие дает ключ к интерпретации всего текста. В нем Ветер предупреждает, что, во-первых, не испытывает симпатии к марксизму или христианскому прочтению Маркса, однако, б, хочет выступить адвокатом дьявола, чтобы сделать аргументы конгрегации более основательными. Это вообще очень езуитский ход. Я, опять-таки, сейчас я не буду подробно на этом останавливаться, потому что я уже слишком долго говорю, но готов это пояснить. Записка, подготовленная Винченцо Мяно, которую критикует Ветер, вообще говоря, написана, составлена с использованием двух политико-философских идиом христианской метафизики и классического марксизма XIX века. В этом смысле она могла производить впечатление довольно архаичного текста, как по стилю, так и по содержанию. Мяно использовала аргументы чрезвычайно-абстрактного характера, адресованные, как правило, классической версии марксизма. Ветер противопоставил ей другую точку зрения, гораздо более модернизированную, менее теоретическую, более политизированную и прагматичную. Его главной политической мишенью был не марксизм XIX или середина XX века, а современная ему левая идеология, более терпимая к христианству. В результате Ветер нашел неубедительными аргументы в пользу отказа от сотрудничества католиков с марксизмом, но не отверг постановку самой задачи, лишь предложив ее иное обоснование. Ветер систематически разбирал ключевые понятия тезиса записки, показывая слабость ее аргументации. Во-первых, он сожалел, что в документе не были учтены события, произошедшие в коммунистическом мире за последние 30 лет. Современный политический контекст изменил характер отношений между церковью и марксистскими движениями, по крайней мере, в Италии. Политическая линия Берлингуэра показывала, что коммунистическая партия продолжала исповедовать марксизм, но уже не как материалистическую и атеистическую идеологию. Второе. Коммунистическая партия хотела быть светской и демократической партией, которая не навязывает своим членам какое-либо конкретное видение религии. Наконец, третье. Светское государство, по мнению Берлингуэра, должно быть идеологически нейтральным, равноудаленным от любой религии. Таким образом, коммунистическая партия исповедует свободу религиозного выбора, и в этом она похожа на другие итальянские политические движения, скажем, либералов в ее не осуждались. Далее. Ветер отмечал, что в тексте некорректно используются марксистские понятия. Например, исторический материализм не следует путать с атеистическим философским материализмом. По его мнению, исторический материализм не отказался от идей ценности духовной деятельности человека. Более того, на практике исторический материализм часто рассматривается не как теория истории, а как научный метод ее познания. И в этом случае он теряет свой антирелигиозный характер. по мнению Ветера. Следовательно, в современной ситуации аргумент записки против коммунизма как атеистической идеологии по определению не верен. По мнению еврокоммунистов, религия при определенных обстоятельствах может стать источником импульса для социальных трансформаций. Это подтверждается изменениями в советской ортодоксии, направленными на выход за рамки материалистического редукционизма. Ветер, в частности, приводил пример официального учебника по марксистской философии, опубликованного Кроме того, сторонники еврокоммунизма иначе смотрели на смысл классического марксистского понятия «классовая борьба». Ныне, писал Ветер, оно не предполагает физическое уничтожение противника в процессе революционной смены исторической формации. Коммунисты ведут политическую борьбу ненасильственными парламентскими методами, а понятие «революция» больше не подразумевает вооруженного восстания, что, как считал Ветер, признается даже в Советском Союзе. Кроме того, необходимо пересмотреть понятие «марксистский анализ», которое конгрегация значительно упрощает. Эти критические замечания были воспроизведены и в комментариях Ветера к третьей версии текста. Еще один аргумент. Ветер задавал фундаментальный вопрос, атеистичен ли марксизм по своей природе. В отличие от других экспертов, он это мнение не разделял, то есть утвердительный ответ на этот вопрос не разделял. Вернее, с одной стороны, он признавал, что труды Маркса и диалектический материализм, который применяет идеи Маркса и Энгельса к интерпретации всей природы, конечно, пропитаны атеистку. Но, с другой стороны, исторический материализм как метод исторического исследования не подразумевает прямого атеизма и оставляет марксистов открытыми для сотрудничества с католической церковью. Конгрегация ошибалась, когда отождествляла коммунизм и атеизм как таковые. Эти соображения были признаны продемонстрировать фундаментальную слабость аргументов конгрегации. Все же необходимо осудить христиан-марксистов, то доводы католической церкви должны быть сформулированы иначе. Как иначе? С одной стороны, Ветер отмечал, что социальная философия марксизма основана на ошибочном, чрезмерно оптимистичном взгляде на человеческую природу. Согласно Марксу, человек от природы добр и только плохо устроенное общество делает его эгоистом. Как следствие, в социалистическом будущем люди по определению будут стремиться к достижению общего блага. С христианской точки зрения ситуация была иной. в силу первородного греха склонен к козлу. Отсюда создание социалистического общества возможно с христианской точки зрения только с помощью диктатуры и прямого насилия, что, собственно, и доказывает советский тоталитарный опыт построения коммунистов. Социализм, таким образом, не является панацеей от всех политических бед и так. Далее Ветер отмечал, что везде, где коммунисты приходили к власти, они вели ожесточенную борьбу с религой. Объяснение этому, по его словам, кроется вовсе не в атеизме марксистов, а в природе их идеологии, которая неразрывно связана с их концепцией политического господства. Коммунистическая партия уникальна тем, что только она и только она призвана реализовывать миссию пролетариата в мировой истории. Отсюда правило. Коммунисты борются с другими идеологиями, чтобы не потерять власть. Они не признают право соперника на политическое существование, и это характерно не только для советской идеологии, но и для итальянских коммунистов, исповедующих идеи Грамша о гегемонии рабочего класса. Кроме того, коммунисты уже находились у власти в нескольких регионах Италии, и с точки зрения Веттера в ряде случаев они были склонны выступать против католической церкви и преследовать верующих. Наконец, еще один аргумент. По мнению Веттера, одним из главных препятствий для возникновения католического коммунизма является принцип демократического централизма коммунистической партии, который может заставить христиан посредством внутри партийной дисциплины действовать против их собственной совести. Впрочем, в заключении Веттер выражал скептическое отношение к плану нового осуждения коммунизма и высказывал то соображение, что для этого потребуется более основательная работа целой команды богословов, о хорошо осведомленных марсистской теории. Экспертное заключение Веттера важно по нескольким причинам. Во-первых, оно показывает расхождение между Веттером и составителями текста, Веттером и другими экспертами. Несмотря на свою антипатию к марсистскому католицизму, он, похоже, не понимал или не принимал причин осуждения. Латиноамериканскую модель и теологию освобождения, присутствие которых заметно в отзывах других экспертов, Веттер не упоминал. Исторический компромисс Берлингуэра не казался ему значительной угрозой для церкви. Во-вторых, и здесь мы видим устойчивую черту политических деклараций Веттера, его текст, в известном смысле, его тексты, вернее, противоречи. Например, в одной из статей 76-го года, та, которую он опубликовал незадолго до всей этой истории, адресованный широкой аудиторией, он утверждал, что религиозная терпимость коммунистической партии Италии исчезнет, если она придет к власти. Тогда как в 78-м году он уже писал, что коммунистов Запада нельзя упрекать в том, что делают коммунистические режимы Восточной Европы, Азии и Африки, отвергая тем самым эссенциалистские доводы. Интерпретация этого разнообразия политических масс зависит от характера адресатов, вероятно, и требует дальнейшего анализа. Наконец, оригинальность Ветера заключалась в его утверждении о том, что исторический материализм и плюрализм в принципе совместимы. Как следствие, воинствующий атеизм не являлся, по его мнению, необходимым элементом марксизма. В пункте 10 своего отзыва он отмечал, что иллюзорный характер религии в коммунистическом будущем должен даже поощрять терпимость, поскольку сама история, а не люди, должна позаботиться о том, чтобы религия исчезла. Эти аргументы побуждают нас прояснить религиозно-политический подход Ветера к марксизму. Стратегия конгрегации определялась конкретными обстоятельствами, которые Ветера особо не интересовали, хотя он, вероятно, и признавал их значимость. Для него вопрос о коммунизме имел гораздо более широкие последствия, которые мы рассмотрим в четвертом и последнем разделе нашего доклада. Мы хотели бы остановиться на последнем пункте расхождения между Ветером и авторами проекта 78-го года. Уже в статье 76-го года Ветер писал о возможности коммунизма, свободного от всех форм воинствующего атеизма, очень важная для него личная мысль. Эта идея не просто попытка выдать желаемость за действительное, она лежит в основе религиозно-политического проекта, который Ветер разрабатывал с 50-х годов. Его план заключался в энергичном содействии свободному развитию конкуренции между марксизмом и католицизмом во имя двух постулатов. Во-первых, Ветер утверждал, что коммунистическое правительство, исповедующее марксизмом, вполне способно, сохраняя верность историческому материализму, отказаться от антирелигиозной борьбы и воинствующего атеизма. С другой стороны, по мнению Ветера, католический антикоммунизм служил экуменическим целям. Для католической церкви преодоление коммунизма являлось практикой в рамках которой можно было работать над воссоединением христианства и итоговой победой над атеизмом. В одном из писем 1959 года Ветер замечал, общая защита от этой опасности, опасности коммунизма, и попытка позитивного ее преодоления стали быть чрезвычайно эффективным средством сближения и объединения христиан. Для Ветера экуменический диалог и борьба с коммунизмом оказывались неразделимы. Связь между этими двумя утверждениями раскрывается в другом необычном тексте, в латинском документе «De habitudine ecclesiae ad communismum», который был написан Ветером в качестве основы для обсуждения на заключительных сессиях Второго Ватиканского собора в 1965 году и который должен был появиться в составе пастырской конституции «Gaudium et spes», однако в итоге оказался из нее исключен. И в общем непонятно даже в какой степени он обсуждался, у нас есть только его архивный текст. Этот текст любопытен своей риторической стратегией, которая заключалась в принятии точки зрения коммунистов, чтобы подчеркнуть несущественный характер воинствующего атеизма для будущего коммунистического общества. Ветер писал, что коммунизм может претендовать на научность, только позволяя другим концепциям мира выражать себя. Цитирую. Подавляя силу религии, коммунизм лишает себя возможности получить практическое подтверждение истинности своей доктрины. В здоровом социалистическом обществе религия должна угасать самопроизвольно. Если коммунизм считает необходимо бороться с религией, то это свидетельствует о том, что он сам не верит в свою собственную теорию. Таким образом, позицию Ветера можно резюмировать следующим образом. Не только невозможно утверждать, что атеизм необходим марксистской доктрине, но и несомненно, что наступление коммунистического общества предполагает плюрализм и свободную конкуренцию между доктринами, исходя из коммунистической точки зрения на атеизм, Ветер делал вывод, что марксизму необходим идеологический плюрализм, чтобы доказать свою научность и в том числе политическую состоятельность. Наконец, он считал, что церковь, воплощая наиболее валидную альтернативу коммунизму, сможет вновь объединить разделенное христианство. По мнению Ветера, марксистский атеизм, как и католическая церковь, должен пройти испытание идеологическим плюрализмом, чтобы доказать свою истинность и весомость и состоятельность. Финальный вывод. Я прошу прощения, я очень долго говорю, но вот я наконец дошел до финального вывода. Многие детали документов и мотивы, стоявшие за предложенным конгрегацией осуждением левых католиков, еще предстоит определить. Смерть в начале августа 78-го года папы Павла VI, инициировавшего работу под составлением нового документа, вероятно, является одной из причин отказа от продолжения дискуссии. Здесь важно еще раз подчеркнуть оригинальность позиции в этом. Он задает двойную перспективу, которая с одной стороны принадлежит ватиканскому контексту, внимательному к особенностям итальянской политики, но в то же время вписывает проект конгрегации в более широкую перспективу благодаря советской специализации Веттера и его контактам с европейскими интеллектуальными и политическими округами. Веттер предпринял попытку принять марктистскую точку зрения на религию и убедить марксистов, ну, потенциально убедить, в том, что в их интересах не бороться с религией, поскольку коммунизм предполагал плюрализм. Между лобовым антикоммунизмом конгрегации и прогрессизмом левых католиков, против которых был направлен текст записки, точка зрения Веттера занимала особое место благодаря его гибкой концепции отношений между католической верой и коммунизмом. Он предполагал свести к минимуму основания для осуждения марксизма и пойти на многочисленные уступки коммунизмом. Так церковь может принять определенное представление о классовой борьбе, исторический материализм как научный метод и прочее, чтобы в будущем стать центром боссоединенного христианства. Позиция Веттера вызывает память о пределении иезуистской политики, данная Грамше в тюремных тетрадях. Центр, использующий вязкую политическую форму без доктринальных жесткостей с большой свободой маневр. Кроме того, здесь мы видим связь с экуменическим проектом Веттера по католикизации России, о котором мы говорили в начале доклада. Наконец, еще один важный для меня, как мне кажется, финальный вывод. Католическую церковь, которая часто отказывалась обращать внимание на изменения в политическом мире после Второй мировой войны, часто, ну и во многом, отчасти справедливо критиковали за консерватизм и архаичность. Особенно это касалось упорного отказа папства вступать в диалог с марксистскими партиями и движениями, в частности, в Италии. Деятельность католических левых, впрочем, всегда составляющих меньшинство, традиционно и справедливо рассматривалась как попытка модернизировать католическую церкви, оставаясь при этом в рамках дозволенных границ официального дискурса. Здесь вновь сказывалась иезуитская выучка Веттера, его принадлежность к ордену, особенно чувствительному к современности и актуальной политике. В этом смысле дискуссию вокруг записки можно интерпретировать как конфликт между двумя противоположными тенденциями в католическом мире, тенденциями консервации и модернизации. Спасибо за внимание. Спасибо огромное. А идеально соблюден регламент мы начали в 5 минут, а сейчас 17.03, ровно час. Так что ничего не преувеличено. Вот. Так, я надеюсь и даже уверена, что есть всякие вопросы и высказывания. И, пожалуйста, подняйте руки, какие-нибудь живые, электронные, голосовые руки, какие угодно. Ну, пока если никто не собрался, я спрошу. Ну, то есть на самом деле я сразу когда стал думать, у меня возник вопрос, насколько сам вот этому я произнесла мысленно слово соблазн поддавался, а потом вы сказали про соблазн, все-таки вот занимаясь некоторые, так сказать, доктрины, они токсичны и заразны. Вот занимаясь всю жизнь вот этим самым марксизмом, коммунизмом, он сам оставался абсолютно, так сказать, не подвластен этим миазмом или до какой-то степени какие-то компромиссы были. Я понимаю, что это, видимо, и этого конкретного сюжета нельзя вывести, но вообще. Вера Хайдина, спасибо. Это, собственно, предмет отчасти наших с коллегами постоянных размышлений, потому что, читая тексты Веттера, написанные середины 60-х по конец 70-х годов, мы как-то обнаружили, что всякий раз по-разному интерпретируют отношения марксизма к католицизму. Ну и, в общем, всегда возникает вопрос, собственно, а что он думал в кавычках на самом деле? Вот как он сам-то читал, что вот он предполагал. И здесь у нас нету ответа на этот вопрос, вот, потому что, кроме прочего, так сказать, ну это надо смотреть в архиве, может быть, там есть какие-то документы, это же точно есть исповедального характера, его записки, и, может быть, они дадут ответ. Но в целом, в целом, он рассматривал марктизм в качестве такого, с одной стороны, важного оппонента, да, и оппонента, с которым нельзя было бороться репрессивно. Отсюда вот эта его бесконечная идея, что нужно искать некоторое общее пространство-диалог. Но, по-видимому, совершенно точно, он, это была некоторая его глубокая убежденность, что, вот как я, вот меня в его текстах, в общем-то, так сказать, озадачивавшие всегда, что коммунизм рано или поздно падет, и вот ровно в этот момент католическая церковь и должна, так сказать, должна владеть умами жителей советских республик. Там очень важно, что он вел довольно большую работу, собственно, с разницей, с украинцами, например, с украинскими диаспорами в Европе. Это вообще отдельный сюжет, страшно интересный. Он посылал своим посредникам тексты для обсуждения в украинских диаспорах, для того, чтобы получить фидбэк. Но вот это была его абсолютно вот такая убежденность, и, по-видимому, вот это следует читать, ну, как ни странно употреблять, этот термин, не к ним искренним его убеждениям, что за марксизмом придет новая эпоха, в которой именно благодаря католицизму, благодаря специальной подготовке в области марксизма и ленинизма, значит, иезуиты смогут объединить христианство. И это вот такой его проект. И вот в это он, по-видимому, совершенно точно верил и был в этом убежден. А марксизм он изучал всю жизнь, так сказать, ну, как русскую философию, религиозную прежде всего, но не только. Но, тем не менее, он его рассматривал инструментально. Так как некоторые, его нужно было изучать для того, чтобы объединить христиан. Без этого элемента, без марксизма совершенно невозможно было работать затем на территории вот уже бывшего Советского Союза. Вот. Но сам он, разумеется, всегда говорил, что он адвокат дьявола. Не о каком, так сказать, его пристрастии к отдельным марксистским, так сказать, его марксистам никак нельзя было назвать. Вот это очень важно. Он всегда соблюдал очень дистанцию между своими высказываниями, тем более политического характера. Понятно. Тут Иван Сергеевич Гагарин вспоминается, который считал, что катакцизм избавит Россию от революции. Ну, не знаю, кстати, да, но дело в том, что Ветер, ведь у него есть работы, посвященные истории русской философии, и, значит, там он, правда, я вот все искал про Чаадаева, чтобы он такое написал интересно, ничего интересного про Чаадаева не написал к некоторому ему разочарованию. А, да, он его упоминал в своих, у него были обзорные, обзорные труды по истории русской философской мысли 19 века, там, естественно, Чаадаев упомянут, но, так сказать, без подробностей. А, и любопытно, что, конечно, он очень хорошо знал, он вообще энциклопедически образованный человек, прекрасно знавший традицию. И в этом смысле Гагарин вполне мог для него быть актуальным, труды Гагарина актуальным чтением. И вот, так сказать, их сбрасывать со счетов не надо. Его интеллектуальную генеалогию меня занимать страшно, конечно, да, вот, что он читал, что он цитировал и как, вот, но это вот все дело будущего. Спасибо огромное. Марья Борисовна давно уже подняла механическую руку. Пожалуйста. Пожалуйста. Виша, такой вопрос. Ваши исследования архивные показали, какие там интересные переписки вообще, богатые, интересные по содержанию. да, вот, Марья Борисовна, спасибо за этот вопрос. Ну, значит, я думаю, что касается того, в какой мере интересны, например, его переписка с теми немцами, о которых я упоминал, скажем, Содорна, Скорка, ну, первого ряда, с политиками, а мне судить трудно, потому что, собственно, я их видел, но поскольку я по-немецки не читаю, я не понимаю, но вообще коллеги мои говорили, что достаточно интересно, и в частности он регулярно консультировал немецких политиков относительно немецкой внутриполитической ситуации. А переписка с Корсавином, например, которую мы можем судить, ну, как это, она вообще довольно богата смысла. Значит, что я сам читал из русскоязычной переписки? Значит, я читал переписку его с эмигрантами в Соединенных Штатах Америки и в Канаде по большей части в 70-е годы, которым он помогал. Но там скорее речь идет, он сам ничего о себе не сообщает, а ему наоборот пишут, рассказывают о том, как происходит адаптация. Но на меня больше произвело впечатление переписка с священником, католическим священником в Аргентине на русском языке, в который, скажем, из которой вообще следует что, ну, это, в общем, учитывая, так сказать, вот эту иезуитскую сеть знакомств вектор, может быть, и это и неудивительно, да как вот эта идея миссионерства и специальной подготовки к ситуации падения Советского Союза, как она затрагивала разные континенты. Там очень много и подробно обсуждается, чему нужно учить в иезуитских колледжах в Аргентине на русском языке. Значит, они долго обсуждают кандидатуры преподавателей. Кто должен преподавать? Кто должен преподавать русский язык? Почему это важно? Значит, какие тексты они должны изучать? И он тут, конечно, настаивал на важности обращения к советскому опыту. Но очень трудно сказать, кстати, интересно, что для него был советский, что он читал из документов, написанных на русском языке, опубликованных в Советском Союзе. У меня сложилось впечатление, что его познания были ограничены уставными документами в основном. Хотя в случае с иезуитами никогда нельзя наверно и ничего утверждать, потому что вот вроде кажется, что он там ничего не цитирует, ничего не знает. На самом деле он все знает, но по каким-то причинам предпочитает об этом не говорить. И в случае с Вектором я готов в это даже поверить, представляя себе масштабовые библиотеки, например. То есть переписки, скажем, с какими-то значимыми философами 80-е годы, русскоязычными, пока нам не встретилось. То есть может быть неописанная часть архива даст нам какие-то. С Корсавином он переписывался в литовский период, биография Корсавина. Ну вот в 80-е годы нет, но есть материалы по иезуистской сети обучения русскому языку и вот этой русской такой как бы марсистско-богословской культуре. Вот этого много и это вообще меня, например, очень интрирует. А есть переписка вот еще большой пласт, который я читал, с китайцами. Довольно такая она, я бы сказал, не очень информативная, хотя они там обсуждают какие-то библиографические сноски. Его без конца приглашали в 80-е годы на конгрессы в Китае. А он не ездил, но он чувствовал себя плохо уже и, так сказать, не как-то в общем не ездил. И он вел, его приглашают, он отказывается, потом они долго обсуждают итоги конгресса. В общем, но поскольку он в молодости в Харбине жил несколько лет готовиться к служению, то этот котец для него был, конечно, очень живой. То есть я бы сказал, что если говорить о русскоязычном сегменте переписки, то уровня Касавина ничего нет. Ну, во всяком случае, из того, что было нами обнаружено. Может быть, что-то еще мы найдем, потому что мы, по-моему, даже сейчас где-то треть описали всего, что есть. Но есть русскоязычная переписка, касающаяся вот сетей влияния, которая, на мой взгляд, просто страшно интересна. Так. Пожалуйста, кто еще? Сергей Николаевич, не хотите? Нет. Я тогда могу еще занять паузу, я надеюсь. Просто это даже не вопрос, а как бы реплика на полях мне пришла в голову, естественно, я сразу при слове иезуитов вспоминаю своих, в кавычках, медонских иезуитов, моих просто потому, что я у них два раза жила и общалась с ними. Два совершенно противоположных иезуитских проекта, центростремительный и центробежный, потому что, если вот эти думали, как фразелитизмом, вот, значит, завоевать весь мир, и в частности, после марксизма, то те, наоборот, начиная с 20-го года в Константинополе, убирали русских детей и воспитывали их, будучи иезуитами в православной вере. Конечно, так сказать, как бы некоторая олеография воспоминаний об этом отличается иногда от некоторых реплик тех, кто там действительно воспитывался, может быть, там все не было так гадко, но они действительно вот обращением в католицизм не занимались, имея этих детей в своем, ну, как бы полном, так сказать, идеологическом распоряжении. И это довольно любопытно, вот что два, две такие противоположности. Не знаю, как это интерпретировать, видимо, это та самая гибкость, ну, за которую мы и уважаем иезуитов, среди прочего. Так, вот теперь появились столько рук, что я даже не знаю, а профессор Шишкин, по-моему, поднимал руку раньше. Давайте мы с него начнем, а потом будут дамы прекрасные, целых три. Спасибо. Пожалуйста. Слышно меня? Слышно меня? Слышно? На ключе. С эхом немножко. Вот сейчас, наверное, без эха. Да, я как раз к вашей реплике. 1954 год, документ Le Travail Futur Филиппа де Режиса, который тоже был ректором Русикума, который тоже, как и Ветер, ну, Ветер старше, был другом Пачлава Иванова, и который, вот я просто процитирую, велико может быть искушение, в тот день, когда Россия откроется, ну, вот, значит, захотят католики обратить в кавычках этот народ. я пропускаю, но деятельность, ну, дальше описывается то, что должно делаться, может делаться, но деятельность подобного рода породит крайне враждебную реакцию православной среде, православное духовенство почувствует угрозу, и далее. Вот такой проект, который полностью исключал фразеритизм, а он был довольно важный по рангу иезуит Филипп Дережис. Это одно. Чуть-чуть какие-то мои соображения, ведь официальный язык Ватикана, официальный язык папы, это французский язык, поэтому я почти уверен, что третий документ является по-дефинитивным. Ну, а что иезуит старается о себе плохо не говорить, но вот эта книга профессора Саймона, честно говоря, более жутких вещей о том, что происходило, найти трудно, начиная с некоторых моментов биографии архиепископа Дербиньи, который был человек яркий, талантливый, очень талантливый, совершенно аморальный, который нанес, конечно, колоссальный ущерб на сто лет, если не больше, отношениям России и Рима. Вот об этом там какие-то приводятся документы, ну, и так далее. Мне кажется, что крайне замечательный проект, о котором мы сейчас узнали, и я бы сказал, даже крайне актуальный, крайне актуальный в нынешней ситуации, поэтому я хочу пожелать максимально плодотворно двигаться вперед и поделиться, продолжать делиться с нами результатами находок. Спасибо. Андрей Борисович, но если язык разрешат это, что называется, делиться, но я думаю, что, конечно, сейчас уже другие времена и можно опубликовать гораздо больше, возможно раньше, но я единственное поблагодарю вас за соображение и еще раз очень интересно, что Ветер, как я понимаю, пытался тестировать потенциальное воздействие собственных текстов и собственных идей на православных, в том числе через разного рода диаспоры, посылая через посредников собственные тексты и получая описание реакций, описание дискуссий. Вот такого рода документы в архиве есть. Вот какие он из этого делал выводы, не очень понятно, но вопрос рецепции конечно его интересовал и он делал все возможное по-видимому, чтобы каким-то образом, пока еще союз не рухнул, пока он не дожил до этого момента, как-то протестировать эффективность собственных идей. Можно еще полслова? Да, Этер с большим говорил любовью о лекциях Иванова и говорил, что вот только слушая его курс о символе, он понял, что такой символ евхаристический. И последний эпизод, который он сказал, что вот он уже после войны делает доклад на семинаре уже дома у Вячеслава Иванова. Вячеслав к нему после его выступления к нему подходит, его целует и, там каждое слово важно, благословляет на подвиг изучения русской философии. Спасибо, я закончил. А, Андрей Бич, извините, короткий вопрос вас по воспользованию случаем. А вообще, а как Ветер по-русски говорил? Он с акцентом говорил? Ну, акцент все-таки есть, вы знаете, у всех будет, но это был сто процентов корректный язык без, ну, я бы сказал, что он говорил лучше, чем советский ректор какого-нибудь института. Более, он строил фразу, ну, так что можно было сразу записывать. Так, я помню, вот говорил академик Лихачев, да, а после него, пожалуй, тут трудно сказать, кто-то так говорил. Спасибо. Изумительное. Советский, что Валтескин, это еще похвала не боится. Ну, в смысле, это я не в укорни, ни в коем случае, ветру. Насчет того, что мы очень будем слушать с интересом продолжения, это я думаю, что все полностью присоединяются, Андрей Борисович, спасибо вам. Так, теперь, по-моему, Екатерина Евгеньевна была первая, потом Наталья Юрьевна и потом Ксения Олеговна. Я, кажется, поднимала, потом опустила, потому что, на самом деле, мой вопрос касался революции, и отчасти это уже тема возникла, как раз, Вера, в твоем вопросе, соответственно, в Мишином. Ответьте, но тем не менее, хорошо, раз уж я стала говорить, вопрос такой. Я не знала. Слышно или нет? Пошло. Да, слышно вполне. Нет, слышно. Вопрос такой, поскольку не только католики и прокатолически настроенные в 19 веке видели в римской церкви единственное противостояние католичеству, то есть, простите, единственное противостояние революции, насколько вот это было, есть ли какая-то рефлексия по этому поводу. И с другой стороны, мы же знаем, что, допустим, тот же Тютчев тот же самый тезис высказывал, но только с упором на Лидонтийскую церковь, на православную церковь. Тоже говорят, что единственная вселенская церковь, восходящая к первоакустовским временам. И вот это такое совпадение-несовпадение вообще довольно примечательно. Вот есть ли что-то в тех материалах, которые вы смотрели. И заодно такой совсем конкретный вопрос. Мне почему-то показалось, что какое-то невероятное совпадение, как ни странно, с Бенемином. Нет ли у него переписки с Бенемином? С Бенемином? Нет, переписки нет, к сожалению. То есть, если бы она была, это было бы, конечно, замечательно. Но, вернее, как нет. Я вот все время должен делать оговорку, что что-то может всегда обнаружиться, потому что архив до конца не разобран в данный момент. А что касается революции вот этих сюжетов, церковь, которая противостоит революции, мне трудно сказать, потому что, почему? Потому что 19-ти вечные параллели, они, так сказать, в голове у меня были, но я, конечно, вернее, даже не я, а мы, когда это обсуждали с коллегами, то мы, в общем и целом, не брали контекст более близкий в хронологическом смысле. Что касается других конфессий, то вообще говоря, у Ветер как бы совсем, ну вот в тех документах, которые я читал, связанных с этим, с этой инициативой, как бы там нет их вообще. То есть он, что касается протестантизма, безусловно, в немецкоязычных документах там что-то будет. Я просто сейчас не могу ответить на этот вопрос, это мне нужно будет вот с Манфредом Позани по этому поводу поговорить, и наверняка он, он что-то здесь скажет. Что касается православия, то он, как я понимаю, был абсолютно убежден, что православие дискредитировано советской властью. Что вот все, что как бы и это некоторые возможности для католицизма. Вот, собственно, тезис главный. И для этого и нужно лучше понимать советский народ. Он больше не такой православный, как он был раньше. и безусловно, вот такая, вот я думаю, что так, вот так бы я ответил. Я не знаю, ответила я, Екатерина Евгеньевна, на ваш вопрос. Ну, в общем, да, хотя тогда по логике вещей хочется спросить, а он не боялся, что, ну, условно говоря, если бы католическая, католическая церковь победила, что она также была бы скомпрометирована в дальнейшем в Советском Союзе. Ну, вот, нет, поскольку он так и до реализации своих планов, хотя бы минимальной, так и не дожил, то, значит, трудно сказать. А вот, ну, вообще, его занимал по большей части вопрос подготовки, вопрос реализации, ну, в тех документах, которые я видел, вопрос реализации вообще никого места не отводится. То есть, как, как это меня все, что всегда меня это интригует. Ну, хорошо, вот они подготовили, значит, иезуитов, блестящих, знающих русский язык, и понимающих, очень хорошо, как, так сказать, читавших Маркса, Энгельса, Ленина, хорошо знавших, Крамши, да, подкованных. Хорошо, а что дальше? Что будет дальше происходить? Вот, на этот вопрос ответа в тех документах, которые я смотрел, нет. Может быть, когда-нибудь я их обнаружу, и это, вот это, конечно, страшно любопытно было поздно. Спасибо большое. Спасибо. Наталья Юрьевна, пожалуйста. Большое спасибо за доклад, чрезвычайно интересно. У меня такой вопрос, вот вы говорили о том, что была надежда на падение коммунизма в Советском Союзе, и, соответственно, дискредитацию православной церкви, и приход католитаристов, марксизма, а что он думал по этому поводу с Китаем, про Китай, потому что вы говорили, что он переписывался с китайскими товарищами, и он как бы предполагал победу, вернее, падение коммунизма в Китае, и такой же вариант, или нет? Или это так, просто, так сказать, различные варианты изучения марксизма в различных его проявлениях? Спасибо. Дело все в том, что Китай его интересовал, прежде всего, конечно, с точки зрения марксизма, вот то, что вы только что в конце вашей реплики сказали. А вот почему? Потому что вообще Китай не христианская страна, и, ну, что ж там, кого там, значит, огромная масса китайцев каталогизировать, как-то странно было бы. А, так сказать, христианская, ну, христианский в генезисе, да, Советский Союз, конечно, представлял для него гораздо больше интерес, не только с точки зрения теории, но и с точки зрения практики. Но Китай, он был постоянно чрезвычайно внимателен. Он переписывался, он читал все, что можно прочитать, потому что китайским языком он не владел, сколько я могу понять. Хотя его, собственно, его книги были переданы на китайский. То есть его, немецкие языки, немецких изданий было в 50-е, 60-е годы, было 4. Книжка с 48-го года по-немецки была дважды издана. И китайские переводы тоже очень важны. Его это интересовало. Но интересовало именно в качестве, ну, вот он был специалистом по марксизму, ему было интересно, как марксизм эволюционировал. Вот так. Но с точки зрения практики Китай его особенно не занимал. Понятно, спасибо. Спасибо. Так, Ксения Олеговна, Ксюша, пожалуйста. Спасибо огромное за доклад, потрясающий интересный материал в целом. И вот тот кейс, который вы представили, невероятно захватывающий и актуальный тоже, на мой взгляд. Вопрос мой был совершенно тривиальный и от невежества происходящее. Отчасти Андрей Борисович уже на него ответил. Но, может быть, вы подробнее бы рассказали, хотя я понимаю, что это не ваша часть проекта, про французский язык в этом архиве. Потому что вот ужасно было интересно услышать про русский, как лингва франка, на котором можно и с Аргентиной, и с Китаем общаться. Про немецкий тоже понятно. А вот что там с французскими документами и насколько сам Веттер вообще, ну как бы это его документы или это какие-то другие документы? Спасибо. Да, это важно. Я бы сказал, с этого мне следовало начинать выступление на французском семинаре, так откровенно говоря. Но я, значит, собственной переписки на французском языке нет. Он не владел французским языком, хотя читал на нем, как я понимаю. Значит, тут в архиве довольно много франкоязычных текстов внутри церковных. Ну, и в частности, вот пример, который сегодня я использовал, был франкоязычной редакцией. И как раз вот этого довольно много. Французские документы, да, потому что на французском, как я понимаю, во второй половине 70-х годов, ну скажем, про этот период, может быть и прежде на самом деле, довольно большое количество высокопоставленных прилатов были французами. И они, конечно, владели всей итальянским языком, но тем не менее, французский язык был очень в ходу. Ну, помимо, так сказать, довода, аргумента, который Андрей Борисович прибыл. И французских документов там довольно много. Хотя они, естественно, и не составляют большинства. Это, собственно, в чем их ценность, если в двух словах. Ватиканские архивы закрыты конкретно за этот период. Как мы можем узнать о том, что происходило в католической церкви? Только из вот таких, ну как бы наполовину частных архивов, а наполовину все-таки архивов, которые содержат официальные документы. И франкоязычная составляющая, конечно, здесь очень важна. Ну вот я не знаю, сейчас надо понять, как мы будем публиковать и будем ли публиковать. Но я надеюсь, что будем вот эти документы. И, конечно, франкоязычный документ будет опубликован. Он достаточно важен. Он достаточно важен для этой дискуссии. Хотя он, понятно, что на него уже отзывов не было. Это досадно. Потому что отзывы были на три итальянской редакции. А, видимо, после составления франкоязычного текста постепенно дискуссия была сведена на нет. И проект так и не осуществился. Но французский язык там есть. И, конечно, об этом надо будет и писать. И я надеюсь, это и исследовать. Спасибо огромное. Спасибо. Еще есть какие-то обсуждения, вопросы? У меня еще одно уточнение. Тут как бы раздвоилось немножко. Я поняла так, Миша, вас сначала, вот это внедрение католицизма планировалось именно после какого-то падения коммунизма. Видимо, непонятно, как бы он был. А потом... Да, непонятно. Да, а у Кати был вопрос, что не боятся ли они, что католицизм станет как православие. Но нет, видимо, потому что считалось, что это будет какая-то, так сказать, новая рася будущего, в которую коммунизм будет. И вот тут на пустое место внедрится католицизм. Только они не могли что сделать, чтобы это место освободилось. Да, именно так. И здесь любопытно, что меня это страшно интригует. Скажем, что для меня совсем непонятно. Есть переписка 51-52 годы, то есть при жизни Сталина, когда они всерьез обсуждают падение коммунизма. Нигде не сказано из тех материалов, что я видел, как он падет, в результате какого события. Нигде не говорится. Но это надо будет, если, так сказать, я вернусь в Италию, то я буду, конечно, я хотел бы большее число текстов прочесть, документов, и, может быть, где-то я наткнусь на это. А вот. А дальше именно, значит, святое место пусто не бывает, и вот православие уже настолько ослаблено, что оно не может стать идеологией, скрепляющей постсоветское пространство. Да, и, собственно, католицизм, да, безусловно, но при этом, так сказать, для того, чтобы условием успешной миссионерской деятельности католиков является, конечно, изучение марксизма и ленинизма. Что нужно понимать этот народ, и они воспринимали, так сказать, понимать этот народ, это значит понимать природу советской диалоги. Вот, собственно, здесь интересно, что я специально, готовясь к докладу, перечитал книжку Виктории Смолкин про атеизм. В частности, главы, посвященные 60-70-м годам, Институту научного атеизма и процессам, происходившим в Советском Союзе. Вот про них, по-видимому, ну, опять-таки, никогда не говори никогда про иезуитов, но Веттер не имел ни малейшего понятия вот про то, что происходило в Советском Союзе. И в этом смысле, конечно, его вот эта картина, она утопическая, в известном смысле наивная и одновременно ну, вот такая, как бы, с одной стороны, предполагающая невероятно интенсивную практическую деятельность, образовательного толка, да, и вот создание макросетей, если угодно, влияния, а с другой стороны, с точки зрения практики, обескураживающие, так вот, так сказать, да, пустую, потому что, что вот, как дальше реализовывать этот план, миссионерский план, нигде не сказано, нигде, даже ни одним словом не упомянули, ну, в тех документах, которые я видел, разумеется. Вот, как эти две вещи сочетались, такая практическая жилка, очень, такая основательная, и при этом практическая наивность в то же время. Вот, не знаю, вот это интересно. У меня есть последняя, конечно, безответственная гипотеза, что, конечно, очень важно его образование, первые годы его, когда он приехал в Рим, когда он стал иезуитом, что он читал, кто его обучал и так далее. Ну, вот, может быть, если мы с коллегами в этом направлении продвинемся, какие-то, какие-то мы найдем ответы. Ну, понятно. Ну, то есть, он считал, что марксин-ленизм действительно какая-то идеология укоренившаяся в народе, а не только в документах. Именно, именно, именно. Ну, так многие советологи профессиональные тоже не очень далеко от этого ушли, поверьте, так что к нему претензии. Нет, нет, никаких претензий, да, это здесь, претензии, условные в кавычках претензии, касается практической стороны осуществления этих проектов, понятно. Тоже в кавычках претензии. Да, да, да. Ну, хорошо, но если никто больше ничего не хочет сказать, тогда скажем, я скажу от себя еще огромное спасибо. Это страшно интересно и какие-то открываются совершенно, вот, всегда интересно послушать про что-то, про что вообще никогда. Я уверен, что, ну, вот, кроме Марьи Борисовны и Андрея Борисовича, остальные не очень много слышали, мягко говоря, про Веттера. Зато теперь мы знаем целое утопическое направление мысли, так сказать, почти рядом было. Все, спасибо. А Мишу очень надеюсь с любой темой еще увидеть на вранцузском семинаре. Спасибо огромное, коллеги. Спасибо за обсуждение, за возможность выступить. Можно полуслова, простите, раз не говорим про Веттера. Маленькая реклама сайта В Иванов Ит, между, после В стоит маленькая тире, там поставлен уже был давно скан книги Веттера о марксизме. Вот. 47-го года. Так что вот она доступна. Спасибо. Будем иметь в виду. Спасибо огромное, коллеги, за внимание. Кто слушал, спасибо, и кто говорил, спасибо. Вот. И до свидания, до следующего раза. Следующий раз будет подвенцовая Борисовна и Ксения Легуни-Мода. Всех приглашаем. Всего доброго, счастливо. Счастливо. Спасибо огромное еще раз, коллеги. Спасибо за интересный доклад. Всего доброго. Всего доброго. Спасибо огромное.